Продолжение следует... Доходная часть бюджета на 2019 год составит 52,2 миллиарда рублей. То есть мы видим такой существенный рост по сравнению, практически на 4 миллиарда плюсом по сравнению к 2018 году. И нужно отметить, что здесь большая работа сейчас будет продолжена и с федеральным центром, потому что не все деньги еще распределены. Расходная часть бюджета составит почти 52 миллиарда рублей. Большая часть из этой суммы, практически 70%, пойдет на выполнение социальных обязательств. Лекарственное обеспечение, ремонт учреждений культуры, строительство детских садов, восстановление фоков и выплата заработной платы. Значительные суммы отправятся на поддержание транспортной инфраструктуры и поддержку сельского хозяйства. 29 октября состоится заседание правительства. На нем рассмотрят окончательный вариант бюджета и до 1 ноября передадут в законодательное собрание. В работе с бюджетом руководствуются пятью задачами, которые поставил губернатор на аппаратном совещании. Рост экономики должен составить не менее 5%. Это первая задача. Вторая задача – это обеспечение роста заработных плат и доходов граждан. Опережающий рост заработных плат. И для нас это тоже очень важное направление деятельности. Развитие конкуренции, увеличение производительности труда, сокращение бедности за три года в полтора раза – это остальные задачи, озвученные главой региона. Кроме того, губернатор отметил необходимость продолжать наращивать инвестиционный потенциал. Сергей Морозов предложил обратиться к бизнес-сообществу с просьбой высказать свои предложения по улучшению делового климата в регионе. Свои предложения инвесторы и предприниматели смогут озвучить на неделе инвестиционных инициатив. От вопросов экономики перешли к состоянию готовки к зиме. Зимнее содержание территории – задача номер один. В течение октября-ноября месяца мы ее всю изучим. Мы на следующей неделе посмотрим, как готовится город Димитровград. И на примере Димитровграда и ряда муниципальных столиц посмотрим, как готовятся муниципальные столицы к зимнему содержанию. Проследят и за подготовкой, которую ведут к зиме управляющие компании региона. Две недели дал губернатор на осмотр состояния уличного освещения. Оно тоже должно быть готово к зимнему периоду. Что же касается отопительного сезона, то он уже начался на территории всей области. Хотя пятидневный период с низкими температурами, после которого должны включать отопление, так еще и не наступил. Последний многоквартирный дом был подключен к подаче тепла в минувшую субботу. Что касается объектов в социальной сфере, то здесь также проведена большая работа. И в пятницу последние восемь сельских домов культуры по Воспадскому району у нас также подключены к системе теплоснабжения. Последний вопрос аппаратного освещения касался безопасности. В первую очередь школьников. Уже на следующей неделе начнутся осенние каникулы. Губернатор поставил четкую задачу занять всех учащихся внешкольными мероприятиями. Напомнил губернаторе о недавней трагедии, случившейся в Керченском технологическом колледже. Студент устроил взрыв в учебном заведении и расстрелял учащихся и преподавателей. В результате погибли 20 человек, 50 были ранены. Сергей Морозов распорядился провести ряд профилактических мероприятий в образовательной среде. В течение практически месяца мы проведем анализ всех воспитательных программ, которые есть в образовательных учреждениях, школы, техниками колледжа, училищ и институт-университет. Кроме этого, с 1 января мы запустим региональный мониторинг этих программ и будем держать их на особом контроле. Глава области распорядился также запустить уникальный цикл культурно-просветительских программ, направленных на изучение жизни современных героев, истории Ульяновской области и биографии выдающихся земляков, внесших вклад в мировую культуру и науку. Егор Титов, Александр Кудышев, Новости дня, Ульяновская правда.